Всех приветствую на моем канале. Появилась информация о рестайлинге бюджетных моделей Рено. Обновление седана Логана и хатчбека Сандера должно произойти во втором квартале текущего года. Автомобили получат незначительные изменения в дизайне, призванные актуализировать его внешний вид так, чтобы он соответствовал текущему корпоративному стилю марки, а заодно освежить восприятие машин потребителями. В данный момент продажи Логана и Сандера текущего поколения остаются стабильными. Логан даже смог в 2019 году увеличить продажи на 17%. Совокупные продажи двух этих моделей находятся приблизительно на одном уровне с Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Однако значительно уступают Kia Rio, Lada Vesta и Grantia. Lada X-Ray за год продается столько же, сколько Сандера. Причем большинство Сандера выбираются покупателями в псевдоводнедорожной версии Stepway. В данный момент компания Renault переводит большинство своих моделей, собираемых в России на платформе B0, на модернизированную версию данной платформы, которая легла в основу Renault Arkana. Уже обновился Renault Captur, который сохранил старый кузов, однако получил новую техническую начинку. В ближайшее время должна начаться сборка нового Dastra, также построенного на платформе Arkana. Осенью выйдет рестайлинговая версия Lada X-Ray, которая претерпит аналогичные изменения. Обо всех этих машинах я уже рассказывал, видео вы можете найти на моем канале. Становится вполне логичным, что те же самые изменения должны претерпеть и Logan с Сандера. Рестайлинговые Renault Logan и Сандера FL получат новую переднюю оптику в стиле модели Arkana, с дополнительными светодиодными секциями, заходящими на бампер. Сами фары также станут светодиодными. При этом форма фар на границе с крыльями и капотом останется неизменными. Это сделано для того, чтобы не пришлось изготавливать новые штампы и для этих деталей, что потребовало бы дополнительных затрат. Сзади Logan ждут более существенные изменения. Он получит новые крылья, крышку багажника и светодиодные фонари в стиле Renault Arkana. Фонари будут соединены между собой светодиодной перемычкой, переходящей через крышку багажника. На крышку багажника будут отныть и заходить и внутренние секции фонарей. Это более дорогое, но в то же время и эффектное решение. Аналогичные изменения ждут и хэтчбэк Сандера. Все эти мероприятия позволят сделать внешний вид Logan более дорогим. В салоне новые Logan и Сандера также ждут изменения. Они получат приборную панель от Renault Arkana. Также поменяется центральная консоль. Logan получит мультимедийку от все той же Arkana и с поддержкой Яндекс.Навигатора. От данного кроссовера на Logan перейдет и блок управления климатической установкой, взамен старого, неказистого и устаревшего. В плане техники рестайлинговые Renault Logan и Сандера ожидают очень серьезные изменения. Как я уже сказал, они приедут на новую версию платформы B0. А значит, получат новые элементы подвески и рулевого управления. У автомобиля будет новый электроусилитель руля. Перенастроенная подвеска улучшит управляемость автомобиля на асфальте. Изменятся гаммы моторов и коробок передач. Renault планирует отказаться от установки на семейство Logan и Сандера собственного двигателя 1.6. В данный момент таких двигателей два. Это восьмиклапанный мощностью 82 л.с. и 16-клапанный на 102 л.с. Renault уже отказалась от установки этих двигателей на Duster для нашего рынка. Также эти моторы не устанавливаются на европейские Сандера и Логаны, где они выпускаются под брендом Dacia. Там их заменил литровый турбомотор. У нас же на Logan отныне будет устанавливаться ВАЗовский мотор 1.6, выдающий 106 л.с., который также ставится на Lada, Granada, Vesta и X-Ray. С учетом того, что он уже устанавливается на X-Ray, построенный на той же самой платформе, с адаптацией данного двигателя к Logan проблем не возникнет. Таким образом, ВАЗовский мотор заменят сразу два французских. Данный двигатель будет агрегатироваться с механической 5-ступенчатой французской коробкой передач. Версии Logan и Сандера с устаревшим 4-ступенчатым автоматом DP0 исчезнут из модельной гаммы. Данная трансмиссия не отличается ни надежностью, ни скоростью переключений. Кроме того, у машин с такой коробкой очень высокий расход топлива, как в городе, так и на трассе. В данный момент Renault Logan также доступен с ниссановским мотором 1.6 на 113 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой механикой. Из линейки обновленных Logan и Сандера такая связка исчезнет, однако появится новая с данным мотором и вариатором Jatka GF015E. Текущий Logan тоже можно купить с такой связкой, но лишь в модификации Stepway. После рестайлинга она станет доступна более широкому кругу покупателей. Как итог, у нового Logan останется всего два сочетания моторок и коробок. Вазовский 1.6 с французской 5-ступенчатой механикой и ниссановский 1.6 с вариатором. Сделано это будет с целью максимальной унификации и экономии. Да и в целом, надо признать, что такие связки будут наиболее сбалансированными и привлекательными для потребителей. В настоящий момент модель Renault Sandero в 80% случаев продается в комплектации Stepway, вследствие чего после рестайлинга обычный Sandero исчезнет из модельной линейки. В результате потребитель сможет выбирать между обычным Logan, Logan Stepway и Sandero Stepway. Цены на обновленное семейство Logan и Sandero не должны вырасти сильно. Подорожание составит от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Поступление обновленных машин в продажу ожидается в конце осени текущего года. На данный момент это вся информация об обновленных Logan и Sandero. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому и чтобы не пропустить выход нового выпуска, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав в комментариях, как вам обновленные логоды Sandero, так как только ваша поддержка позволяет мне уделять время созданию подобного контента. А у меня всё. Огромное вам спасибо за просмотр и пока.